Мои впечатления о России Сигнал опасности Нил Оливер Тетимес, Великобритания 3 апреля 2018 года Я задумываюсь о том непродолжительном времени, что мне довелось провести в России После отравления бывшего шпиона и его дочери, когда одна страна за другой высылает россиян Я вспоминаю свои впечатления об этой стране В 2011 году я решил отправиться путем шведских викингов Дорога привела меня к устью реки Невы на северо-восточном Так в тексте, примечание Перев, побережье России А затем к озеру Ладога и к тому месту, где река Ладошка впадает в Волхов Примерно в 753 году н.э. там возникло поселение Она называется Старая Ладога, и это самое древнее село в России К созданию Старой Ладоги причастны очень многие народы, среди которых Прибалты Финны и Словени Среди первых посетителей этого поселения были викинги из Швеции, которые направлялись в дальние места Такие как Константинополь Мне трудно найти слова, чтобы объяснить, насколько разрушена там цивилизация Учитывая то место, которое Старая Ладога занимает в истории матушки России Казалось бы, что это историческое место будут тщательно сохранять, поддерживать и показывать туристам Археологи неоднократно проводили в Старой Ладоге раскопки Но то, что я там увидел, больше напоминало мусорную свалку, чем важную с точки зрения истории достопримечательность Ближайший современный город называется Волхов, и это не город, а трагедия По его периметру расположились отвратительного вида завода и нечто похожее на электростанцию Почерневшие заводские трубы изрыгают клубы дыма Люди живут в деревянных хибарах и в наводящих тоску бетонных многоэтажках, которые вспоминаешь всякий раз, когда слышишь слова «Советский Союз» Инфраструктура там полуразрушена, дороги в ямах и колдобинах, тротуары в плачевном состоянии Из проржавевших магистральных труб течет вода В воздухе стоит отвратительный запах запустения Больше всего я запомнил тот день, когда отправился искать магазин, чтобы купить еды Единственное, что я нашел, это бункер, оставшийся со времен войны На нем была корона из колючей проволоки, а ока не было Внутри владелец магазина хранил свои запасы в невидимом для покупателя месте Он посмотрел на меня через крошечный люк, и мне пришлось пальцем показывать, что я хочу купить Батончики Марс, печенье, банки с Кока-Колой и так далее Волхов такой же бедный город, как и многие другие увиденные мною места Все, что я видел, было обшарпанное и серое В глаза людям лучше было не смотреть Я приехал туда вместе со съемочной группой, и за несколько проведенных там дней мы постарались сделать максимум Потом мы направились в Санкт-Петербург и в аэропорт Неожиданностью для нас стала сумма оплаты за лишний багаж, 4000 долларов Но мы поняли, что заплатить придется Наши командировочные закончились, и мне пришлось на собственные деньги выбираться из этой убогой и безрадостной дыры Мы полетели в Турцию Когда наш самолет сел в Стамбуле, мне показалось, что я сбежал из Ады в рай Вот что я помню о России, и эти воспоминания снова и снова прокручиваются у меня в голове Будь Россия человеком, это был бы такой человек, которому нельзя доверять, который говорит одно, а делает другое Которого следует игнорировать, но с которого нельзя спускать глаз Так, на всякий случай Когда в прошлом месяце появились новости о том, как в Манчестере в загородном клубе Сталибрид Шлебор вывесили красный флаг Я вспомнил эти убогие места, и кровь в моих жилах застыла Я перечитывал Архипелагулаг Александра Солженицына Эта книга больше, чем чтобы то ни было помогла разрушить Советский Союз и разоблачить лощу русского коммунизма Если кремлевские агенты действительно шныряли по Солженицын с ядовитыми пробирками в карманах То в этом нет ничего неожиданного Солженицын жаловался на то, что никого не привлекли к ответственности за те ужасы, которые творили коммунисты в 20 веке Россия до сих пор остается невскрытым нарывом Солженицын писал, молча пороки, вгоняя его в туловище Чтоб только не выпер наружу, мы сеем его, и он еще тысячекратно взойдет в будущем Не наказывая, даже не порицая злодеев Мы не просто оберегаем их ничтожную старость Мы тем самым из-под новых поколений вырываем всякие основы справедливости Молодые усваивают, что подлость никогда на земле не наказуется, но всегда приносит благополучие И неуютно же, и страшно будет в такой стране жить Наверное, конца этому мы не увидим Комментарии читателей Дети Урин Ксир Любой, кто знает русских, кто бывал у них дома, согласится, что в основном это прекрасные люди Образованные намного лучше многих, кого я знаю на Западе Но многие из них пострадали от ужасающей истории, от идеологии Им было невыносимо от того, что их мечты в реальной жизни неосуществимы Которая сегодня просачивается в партию Карбина А эта самая партия слишком бестолкова и не понимает, что на самом деле произошло в России при коммунизме И, что еще важнее, почему Карлос я несколько раз бывал в сельской России, а также в маленьких городах Что за чушь вы здесь напечатали? Да, в инфраструктуру надо срочно вкладывать деньги, но основные дороги между городами в довольно приличном состоянии Хотя многополосных дорог мало Нет и заправок в известном нам виде, так что будьте готовы выскочить из автобуса и пописать на дерево Если вы мужчина, либо присесть в кустах Если вы женщина, туалетную бумагу возите с собой Иначе вам придется пользоваться газетами, как в старые школьные времена В городах и поселках вас будут подстерегать опасности типа неровных тротуаров, которые иногда вообще отсутствуют, а вместо них просто утоптанные тропинки Здания действительно довольно интересные, а магазины необычные Но это современные магазины для России, и там интересный декор Но за вами будут следить на каждом шагу, потому что воровство в России – это образ жизни В ювелирных магазинах, банках и так далее есть вооруженная охрана, имеющая слабую подготовку и покупающая лицензию за деньги Так что такой охранник вполне может подстрелить самого себя, а не вора Есть там современные многоэтажные рынки и традиционные базары под открытым небом, где можно купить все что угодно Начиная с мяса и кончая кожаными куртками Есть там и современные супермаркеты, но там вам придется оставить свой рюкзак или сумку при входе в бесплатном запирающемся шкафчике В деревнях, где можно увидеть настоящую Россию, туалеты на улице Есть ванные комнаты внутри дома, но очень часто они отдельно строят бани Это часть повседневной жизни и великолепная возможность пообщаться, потому что одна семья топит свою баню, а потом приглашает друзей Они парятся по очереди, беседуют, а потом выпивают и едят барбекю Лучшее, что есть в России, это ее народ Снаружи это зачастую суровые люди, но за внешностью прячутся золотые сердца Они любят свои семьи, приветствуют новых друзей, стараются заботиться о вас Они даже готовы забить скот, чтобы угостить вас свежим мясом Если у вас будет такая возможность, я очень рекомендую Эльга Карлос, ты говоришь, что в статье напечатана чушь, а потом на 90% все подтверждаешь Автор говорил о конкретном месте, он не утверждал, что вся страна такая Карлос в отличие от автора, я выражал справедливое мнение, о его статье, о крошечной части огромной территории И он смотрел на нее глазами западного привилегированного человека Я много раз бывал в этой стране, и не стал бы подтверждать каждую его мысль Он говорит о России так, что она начинает казаться ужасным местом Но это лишь малая часть целого, и меня раздражает то, что он рисует население огромной страны своей большой грязной кистью Н. Оливер провел пару дней в одном месте, ему вообще не следовало писать эту статью Это позор Линцай Чарпентер Карлос, я не уверен, что ты понял смысл этой статьи На мой взгляд, Оливер использовал одно место в качестве метафоры, чтобы описать проблемы нынешнего российского руководства Я бы не стал истолковывать смысл статьи как критику всей страны и ее населения, и я удивлен той позицией, которую ты занял А может, он попал не в бровь, а в глаз? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok